Мы привыкли называть этот вид спорта джиу-джитсу, хотя на родном японском языке звучит это как дзю-джюцу, что непосредственно и означает суть боевого искусства, а именно мягкость. С виду довольно активное ведение боя подразумевает собой лишь умение подстраиваться под противника. Именно в этом виде спорта нужно уступать натиску врага до тех пор, пока тот не окажется в ловушке. Чтобы понять, как работает этакое мягкое искусство, достаточно окунуться в историю. Наиболее известная версия происхождения джиу-джитсу говорит о японском враче Акая Маширобей, который еще в 16 веке, размышляя зимой в своем саду, увидел, как тонкая ветка, прогнувшись под тяжестью снега, сбрасывает его с себя, тогда как более толстые ветви ломаются под его весом. «Поддаться, чтобы победить!» — воскликнул врач, взяв этот принцип за основу своей школы Йошинрю. С тех пор японцы стали практиковать уникальное для своего времени боевое искусство. В отличие от соседних Китая и Кореи, где бойцы сконцентрировались на ударных техниках, японские системы рукопашного боя строились на бросках, обездвиживании, блокировке и удушье. Очевидно, что самым полезным джиу-джитсу оказывалось тот момент, когда холодное оружие оказывалось неэффективно. Против таких приемов не спасали даже доспехи. Европейцы и американцы впервые познакомились с джиу-джитсу уже в начале 20 века, когда несколько японских наставников открыли свои школы в старом и новом свете. Воспринималась изначально такая новинка, как способ самообороны, и, надо сказать, приемы работали. Девушки, знающие секреты джиу-джитсу, не боялись ходить ночам по улицам, а молодые парни могли смело постоять за себя в подростковых разборках. Только с 1950-х годов это явление окончательно превратилось в популярный вид спорта и стало культивироваться по всему миру. Мало кто знает, но именно джиу-джитсу легло в основу других популярных стилей. Оно стало этаким родителем для знаменитых дзюдо и айкидо. Это трудно не заметить, ведь и там, и там комбинируются броски, заломы, удушения, болевые приемы, удары и воздействия на болевые точки. Вообще, из-за такой схожести всех этих видов спорта актуальна проблема выбора. К тому же от коммерциализации джиу-джитсу не спасли. Для примера, в Японии в 19 веке существовало более 800 школ, и далеко не все из них внесли что-то новое в развитие и совершенствование боевых искусств. Запутать новичка могут и другие разновидности джиу-джитсу, в основном относящиеся к определенной стране. Например, сегодня в мире особой популярностью пользуется бразильская разновидность, которой все действие происходит в партере. Но и оно, собственно, вышло из дзюдо. В общем, джиу-джитсу сегодня по праву можно называть едва ли не самым разноплановым боевым искусством в мире. В царской России система джиу-джитсу появилась во время русско-японской войны 1905 года. Однако позже в Советском Союзе джиу-джитсу, как и другие восточные системы боевых искусств, официально не признавалось, хотя именно оно было взято за основу русского самбо. После военных лет одним из первых, кто возродил джиу-джитсу в СССР, стал Иосиф Линдер. В 1979 году при его инициативе был проведен первый тайкай – официальные соревнования по технике джиу-джитсу, которые проводятся до сих пор непрерывно уже более 30 лет. После распада Советского Союза вид спорта не затерялся, даже больше. За последние годы он стал одним из самых популярных хобби в нашей стране. Владивосток – не исключение. Для примера, самым ярким и насыщенным турниром в городе является традиционный Владивосток Оупен. Всего за три года своего существования он превратился из сугубо местной соревновательной встречи в международную битву, на которую съезжаются выдающиеся представители джиу-джитсу с самых разных уголков мира. В последний раз состязания собрали порядка 300 участников. Схватки во Владивостоке стали практически центральным событием для Евроазиатской Федерации этого вида спорта. В принципе, как обычно, у нас приезжают наши китайцы, которые мы уже давно с ними знаем, дружим, и к ним ездим на их фестивале. Также в этот раз выступают представители у нас из Таджикистана и Узбекистана. 210-220 по Кокуто и человек 70 по Невадза. Кокуто и Невадза – это основные дисциплины, которыми занимаются в Приморье. На турнирах их разделяют на два разных ковра. На первом Кокуто проходят полноконтактные поединки в шлемах. Агрессия, скорость, мощные удары – все это именно здесь. А вот на втором ковре спортсмены более спокойны и расточительны, так как Невадза – это борьба, где все решает тактика и выносливость. Я выбрал джиу-джицу, потому что это все-таки смешанный вид единоборств. Здесь полный контакт, ударная техника, борьба, и это все как-то затягивает. Сначала я пошел на дзюдо, потом я занимался там год, и папа отвел меня на джиу-джицу. И как бы затянул, и так все продолжилось. Больше нравится, да? Ну, больше нравится, да. Однако соревнования такого масштаба во Владивостоке увидишь нечасто. Все дело в том, что джиу-джицу за последние годы немного потеснили другие быстро набирающие популярность виды спорта, вроде ММА, кудо или самбо. Но, как отмечают специалисты, японская борьба среди всего этого перечня чувствует себя комфортно и не боится потерять актуальность. Все мы уживаемся, все мы, если есть возможность, мы выступаем и там, и там. То есть, ну, спортсмены, как правило, если они универсальны, они могут работать по разным направлениям, да, но заниматься в клубе конкретно джиу-джицу, в клубе кудо, там, да, в клубе ММА. Причем занимаются этим видом спорта как парни, так и юные дамы. Относительно недавнего в Владивостоке появилась даже традиция устраивать сугубо женские встречи. Зрелище получается действительно уникальное. На ковре встречаются спортсменки в возрасте от 10 до 18 лет. Сражаются, не жалея ни себя, ни соперника. Для одних это проверка перед выездными соревнованиями, для других – просто полезный жизненный опыт. В принципе, боевое искусство, ну, еще с детства привлекало, потому что вот. Особенно эти фильмы, которые, знаете, про боевых, там, ниндзя, ну, круто. В детстве представляли, что я рэмбо, и то есть, ну, и пошло, поехало. Параллельно я занимаюсь танцами. Я занималась танцами, шоу-треком и волейболом. Иногда карьера в этом виде спорта даже становится этаким семейным делом. Благо, чтобы ребенок пошел по стопам отца, не нужно, чтобы он был физически крепким. В джиу-джитсу сила и мощное телосложение – самые последние факторы. Уже четыре года занимаемся под руководством Константина Николаевича Грицаенко. Я сам его воспитанник. Теперь передал ему в руки дочь. Четвертый год занимаемся, имеем определенные успехи. На прошлом женском турнире мы одержали победу, унесли кубок за первое место. Мои одноклассники говорят, что это не мое. Даже моя учительница говорит классно, что это тоже не мое. Но я никого не слушаю, мне нравится. У нас утро начинается с зарядки, да, у нас приседания, работа с гантельками на руки, отжимания, везде. Ну и в процессе на тренировках работа по лапам, работа в парах. Приморцы неплохо показывают себя и на всероссийских, и на международных турнирах. Правда, к сожалению, самих спортсменов выше головы тут не прыгнешь. Джиу-джитсу – не олимпийский вид спорта, и никогда им не был. Но предпосылки стать частью Олимпиады есть. Международная федерация уже готовит документы для аккредитации. В планах попытаться показать этот вид спорта мировому сообществу в 2024 году на летних играх в Париже. Может быть, к этому времени или уже после события джиу-джитсу примут в олимпийскую семью, и у его представителей сбудется заветная мечта. С вами был Максим Яковлев и программа «Вокруг спорта на восьмом». Субтитры создавал DimaTorzok